МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика в студии Татьяна Трофимова. О главных новостях в Чувашии прямо сейчас. Спасибо докторам! Фонд развития Чувашии Перле готовит благотворительную акцию для медиков. Цеха как музей. Чувашия вошла в число пилотных регионов по развитию промышленного туризма. Предложения депутатов. Сегодня в Государственном совете Чувашии обсудили проект бюджета на 2021 и последующие годы. На передовой борьбы с коронавирусом сегодня находятся врачи. Именно они сражаются с невидимым врагом за каждую жизнь, не покидая свои рабочие места сутками. О том, как поддержать героев в белых халатах, говорили на совещании в Доме правительства. Фонд развития Чувашии Перле готовится запустить благотворительную акцию. Врачам очень важна моральная поддержка. На улицах городов и районных центров появятся баннеры со словами поддержки. На центральных площадках хотят установить арт-объекты, выполненные в виде сердца. Они будут оснащены нишами для сбора благотворительных писем. Выразить свою благодарность медицинским работникам можно будет в соцсетях в рамках Вэшмоба. Очень хочется всем нам сказать большое спасибо всем медикам, всем тем, кто спасает нас, кто каждый день идет на этот большой, серьезный, ратный подвиг. Потому что сегодняшние наши палаты – это медсамбаты, а все врачи – это солдаты. И не случайно ведь говорят, что сегодня как на войне. Это на самом деле так. И поэтому мы, особенно в год 75-летия победы, когда мы говорим спасибо всем нашим ветеранам, мы должны всем миром сказать спасибо нашим врачам, как еще раз повторю, нашим ангелам белых палат. Почти 200 медиков, работающих в красной зоне, уже получили небольшую поддержку в виде продуктов, витаминов и сладостей. Фонд готовит всем подарки к Новому году. Мы закупили, передали медицинское оборудование, маски и средства дезинфекции. Наш благотворительный фонд АБС «Электро» оказывает помощь и детям, и социальной среды, Дому малютка, центральной больнице в Цивильске. Считаем, что это важно и, конечно, еще будем помогать. В тяжелых условиях работы у медиков появляется эмоциональное и физическое истощение. Чтобы помочь врачам справиться с этим, в больницах республики появится территория психологической разгрузки. На сегодняшний день имеется позитивный опыт республиканской психологической диспансии. Такая конструкция существует. И, в принципе, можно взять опыт ее работы и создания и распространить на ряд крупных лечебных учреждений. Кроме того, в республику поступит 116 миллионов рублей из резервного фонда правительства России на выплаты медикам, помогающим больным коронавирусом. Инесса Потапова, Георгий Кривошейн, Республика. Сегодня же в городской детской клинической больнице побывали гости. Разумеется, все меры безопасности были соблюдены. Медицинский персонал и маленькие пациенты получили подарки. Депутат Государственной Думы Российской Федерации Алена Аршинова побывала сегодня в городской детской клинической больнице. Волонтеры «Единой России» организовали свой штаб еще во время первой волны коронавируса. Сейчас география помощи и поддержки только расширяется. Необходима она и медицинским работникам, перешедшим на особый режим работы. Для нас очень важно было приехать к врачам и просто сделать, ну, оказать такую моральную, наверное, поддержку, когда можно просто отвлечься и в коробках чай, кофе, конфеты, шоколад, и просто попить чай с шоколадом. Мне кажется, он согреет любого человека, даже очень-очень уставшего. И даже очень уставший доктор с новыми силами пойдет и вылечит больного. Волонтеры не забыли порадовать и детей. Им достались альбомы, краски, пластилин и другие развлекательно-развивающие предметы. Сегодня в Чувашской Республике 477 детей являются контактными. Около 40 получают лечение, 8 находятся в стационаре. Радует то, что таких пациентов немного. Дети не так часто болеют этой патологией. Но, к сожалению, могут передать вирус тем, кому справиться будет сложнее. Если симптоматика есть, самочувствие все равно страдает. Это в любом случае, даже при любом ОРВИ, это интоксикация, это головные боли, это нарушение самочувствия. Все равно вот общая симптоматика гриппа, острово-респираторный вирус инфекции, она будет присутствовать. Потому что симптомы, кроме специфических симптомов, которые существуют, симптомы и для гриппа, и для ОРВИ, и для COVID-инфекции, они, в принципе, одинаковые. В это непростое время важны помощь и участие каждого. Разумеется, мы не можем сделать за врачей их работу. Но поддержать сегодня хотелось бы каждому. Чтобы быть волонтером, не нужно иметь специальное образование. Вполне достаточно доброго и отзывчивого сердца. Екатерина Шиверова, Дмитрий Салманов, Республика. Сегодня в Государственном Совете Республики состоялась рабочая встреча по обсуждению проекта бюджета на трехлетний период. В ней приняли участие вице-премьеры правительства Чувашии, министр финансов Михаил Ноздряков и министр образования и молодежной политики Алла Салаева. Бюджет республики на 2021 год и ближайшие два года уже прошел первое чтение в Госсовете Чувашии. Средства, а это 64 миллиарда рублей, будут направлены на развитие экономики, создание комфортной и безопасной среды проживания, модернизацию коммунальной дорожной сети, инфраструктуры, поддержку субъектов малого и среднего бизнеса, здравоохранения и образования. И это без последующих уточнений. Расходы могут еще возрасти до 30% от первоначально запланированных. Кроме того, у депутатов есть свои предложения по финансированию различных социальных и образовательных проектов. Одно из таких – школьная медицина. Парламентарии предлагают отразить в бюджете проведение интернета в учебные заведения, выделение средств на учебники, капитальный ремонт школ и детских садов. Беспокоят депутатов и вопрос обеспечения горячим двухразовым питанием детей из малообеспеченных семей. На эти цели у муниципалитетов не всегда хватает своих денег. Идет некое относительное ущемление прав этих категорий детей. То есть где-то это больше суммы выделяется, где-то меньше. И действительно, наверное, нужно здесь идти к единому подходу. Поэтому, опять же, договорились, что мы с Министерством образования соберем всю эту информацию, кто сегодня, каким категориям, в каких суммах выделяет. И будем, наверное, предлагать, может быть, возможно, вот прозвучало предложение, совместную рабочую группу с Госсоветом создать, для того, чтобы более глубоко этот вопрос изучить. Основные вопросы, с которыми сегодня вышла фракция и Госсовет, это вопросы материального и технического оснащения образовательных учреждений, это капитальный ремонт, это наличие врачей в школах, когда наши дети находятся там, это создание медицинских кабинетов, это вопросы по поддержке спорта, конечно, вопросы здравоохранения. То есть это все, из чего складывается наша жизнь. Поэтому, конечно, совершенно очевидно, что эти вопросы всегда будут привлекать внимание и важны депутатам Госсовета. Чубашия вошла в число пилотных регионов по развитию промышленного туризма в России. Потенциалы возможности этого туристического направления обсудили сегодня на совещании в Доме правительства. При правильном подходе новые туристические продукты позволят привлечь не только гостей, но и инвесторов на промышленные предприятия республики. Это не только положительно сказывается на экономике региона, но и расширяет возможности кадровой политики. Подписанное соглашение направлено на объединение усилий всех заинтересованных сторон. Министерство экономического развития, Минпромэнерго Чувашской республики. Мы всячески заинтересованы и готовы к диалогу и к поддержке, консультации, выстремленно идти в взаимосвязи с агентством стратегических инициатив, готовы привлекать экспертов туристического отрасли, студентов, креативное наше сообщество для того, чтобы максимально охватить и качеством услуг, и наполнением всех наших участников. Олег Николаев уверен, что соглашение будет способствовать эффективному участию Чуваши в федеральном проекте по развитию промышленного туризма в числе пилотных регионов. Участвовать в проекте уже изъявили желания 16 предприятий республики. Инесса Потапова, Маргарита Мельникова, Андрей Шоклев, Республика. Месяц назад в Мариинском посаде прошли народные обсуждения по благоустройству исторического центра. Сегодня экспертная комиссия вместе с митрополитом Чубаксарским и Чувашским Саватием посмотрела территории, которые планируется изменить. Проект Мариинского посада веков связующая нить стал победителем всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды. Он предполагает масштабную реконструкцию городской набережной со строительством причальной стенки и реставрацией объектов культурного наследия. Притягательные для туристов культовые сооружения, такие как Церковь Казанской иконы Божьей Матери и Собор Святой Троицы тоже требуют реставрации. Оба храма являются достопримечательностью города. Необходимо эти два храма обязательно восстановить. Восстановить как историческую достопримечательность для исторической памяти, для исторической справедливости. Ну и помимо всего это святыни, это две великие святыни, которые как бы являются защитой Морпосадского края. Вместе с реконструкцией изменится и внешний вид прилегающих территорий. Там будет создана современная инфраструктура. В течение двух недель уже настоятели храмов подготовят свои предложения, что необходимо учесть в проектно-смертной документации для архитекторов, чтобы были не забыты такие вопросы, как освещение, художественная подсветка храмов, подъездные пути, транспортная логистика, навигация, которая, конечно, должна приглашать на паломнический туризм, привлекать внимание туристов через храмы. В качестве образца экспертная комиссия посмотрела музей купеческого быта. Он был отреставрирован больше года назад. Реализация проекта «Веков связующая нить» начнется в будущем году. Ольга Семенова, Алексей Зотиков, Георгий Кривошейн, Республика. Нескончаемый поток машин, отсутствие освещения и пешеходных тротуаров. Так выглядит сегодня перекресток около Шоршелского поворота Морпосадского района. Жители близлежащих сел бьют тревогу. Нарушены элементарные правила безопасности. Проблема освещения на перекрестке Шоршелского поворота – актуальная тема не только для местных жителей, но и для автолюбителей, регулярно проезжающих через этот перекресток. Елизавета Матюшова – житель села Октябрьское. Вынуждена ездить на работу на автобусе в город Моринский посад. По дороге с работы она просто боится переходить дорогу. С 4 часов до 6 часов вечера здесь просто густая темень, можно сказать. Поэтому дорогу переходить очень опасно. На перекрестках ничего не видно. Когда начинаешь переходить, даже иногда автомобили не останавливаются. Стоишь на одной стороне дороги, ждешь, когда поток автомобилей проезжает. Иногда даже на это уходит где-то, наверное, около 7-8 минут. Перекресток не зря имеет дурную славу. Буквально две недели назад здесь был сбит человек, незамеченный в темноте водителем. Минтрансы республики понимают, что ситуация требует действенных мер. В целях обеспечения безопасного дорожного движения в пределах населенных пунктов Атлашево-Чебоксарского района и Шоршево-Моринского посадского района Балансодержатель дороги Кулыч-Важа-Прудор рекомендован начать процеду работу по разработке проекта смены документации. На строительстве наружного освещения с устройством пешеходных переходов, искусственных неровностей, остановочных пунктов и тротуаров на автодороге Атлашево-Моринского посадка. Для последующего включения плана дорожного работы. Ну а пока участникам дорожного движения необходимо самим принимать меры повышенной безопасности. Водителям, подъезжая к перекрестку, обязательно снижать скорость, а пешеходам носить светоотражающие элементы. Не надо спешить в этих местах. Пешеходы должны одевать светоотражающие полосы и зилеты. А потом и эти удоконенные, это по правилам. Екатерина Шиверова, Сергей Копеев, Республика. Прокуратура Чувашии направила в суд уголовное дело о распространении контрафактных сигарет. Организованная преступная группа из трех человек незаконным путем заработала больше 13 миллионов рублей. Каждому из участников преступления может грозить до 12 лет лишения свободы. Злоумышленники практически в течение двух лет, начиная с 2017 года, приобретали оптом контрафактные табачные изделия, которые в последующем под видом известных марок производителей табака реализовывали через различные магазины на территории Чуварской Республики. Поддельная продукция без соответствующих документов и акцизных марок приобреталась в Москве и иных крупных городах России. Преступная деятельность злоумышленников была пресечена сотрудниками правоохранительных органов в июне прошлого года. За период своей незаконной деятельности членами орггруппы были реализованы контрафактные табачные изделия на сумму, превышающую 13 миллионов рублей. Ущерб от незаконного использования товарных знаков и акцизных марок составил около 9 миллионов рублей. Уголовное дело направлено прокуратурой республики в Шумерлинский районный суд для рассмотрения по существу. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают юристы. Торжественное вручение наград прошло в ЧГУ имени Ульянова. В нем принял участие и глава Чувашской Республики Олег Николаев. День юриста объединяет всех, кто служит закону. Адвокатов, судей, следователей, прокуроров, нотариусов, юрисконсультантов. На официальном уровне в России он отмечается 13-й раз. Профессия юриста, она многогранна. Специальностей и компетенций в ней очень много. Есть свои профессиональные праздники, конечно, и у правоохранительных органов, судов, приставов, нотариусов и адвокатов. Но именно благодаря указу президента Российской Федерации, утвердившего профессиональный праздник День юриста, поэтому всех поздравляю с праздником, единством, пониманием того, что мы каждый на своем месте делаем одно единое дело. На протяжении 13 лет служит в Фемиде Ольга Чемаева. Старший инспектор в настоящем. Она начинала свою карьеру с архивариуса. Позже работала судебным приставом. Ольга получила благодарность главы Чувашии. От главы Чувашской республики это моя первая награда за успехи в деятельности, в трудовой моей деятельности. Мне очень приятно. Это моя первая благодарность. У меня просто эмоции переполняют. Я очень счастлива, что оценили мой труд. Работа юристов связана с большой ответственностью. Это хорошо понимают присутствующие в зале. Многие из них отдали немало сил и времени укреплению законности, установлению справедливости. Ведь только при таких условиях можно вести речь о правовом государстве. В рамках реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» по всей стране модернизируются службы занятости. Эта работа началась и в Чувашии. Пилотным стал Канажский отдел Центра занятости населения. Отдел Центра занятости Чувашской республики по городу Канашу. Здравствуйте. Если раньше Центр занятости трудоустраивал и переобучал только безработных, сегодня принципы и форматы работы Центра другие. Это полноценное кадровое агентство, обеспечивающее экономику качественными кадрами, решающее наряду с трудоустройством задачи непрерывного обучения граждан и повышения квалификации. Здесь учитывают все потребности населения и предоставляют полный комплекс услуг по принципу жизненных ситуаций. При этом все услуги оказываются бесплатно. Услуги можно выбрать все в комплексе или часть из них. Для этого необходимо заполнить заявление в модельном центре занятости или скачать шаблон заявления на сайте Центра занятости Чувашии. Все услуги предоставляются по принципу одного окна. В модернизированном кадровом центре проводятся занятия по технологии трудоустройства для всех желающих найти подходящую работу. Здесь учат правильно составлять резюме и помогают овладеть коммуникационными навыками, чтобы выделиться в массе соискателей и пройти собеседование у работодателя. Например, женщины с детьми до школьного возраста здесь могут получить целый комплекс из 15 бесплатных услуг. В рамках национального проекта «Демография» они могут повысить квалификацию или получить дополнительное образование. Курсы можно выбрать как по своей профессиональной направленности, так и для получения новых компетенций. Я получила квалификацию педагога дополнительного образования, вот соответствующий документ у меня есть. Еще мое обучение позволило мне правильно организовать работу своего кружка по познавательно-исследовательской деятельности. Новый взгляд на профессию позволяет женщинам с маленькими детьми не бояться потерять работу. Они могут вернуться к работодателю после декретного отпуска с новыми знаниями и востребованной на рынке труда специальностью, при этом не потеряв квалификации, а могут и вовсе начать свой бизнес. Для этого в центре есть возможность получить невозвратную субсидию до 140 тысяч рублей. А малоимущие могут заключить соцконтракт на самозанятость, получив государственную поддержку в размере 250 тысяч рублей. Такие примеры в Канарском кадровом центре работы России не единичны. Инесса Потапова, Юрий Марков, Республика. Состоялся матч между баскетбольным клубом «Чебоксарские ястребы» и командой «Тамбов». Практически все игровое время команды не давали друг другу заработать весомое преимущество. В первой четверти игры ястребам все же удалось оторваться от гостей на два очка. Однако вторую, третью четверти команды заканчивали с равным счетом, сохранив интригу до последнего. Заработать победные очки соперники смогли на последних минутах игры за счет многочисленных штрафных бросков. Победу одержала команда «Тамбов» с результатом 73-79. В «Чебоксарах» работает выставка-ярмарка «Рыба Камчатского края». В сезон простудных заболеваний и ОРВИ рыба и другие морские деликатесы очень полезны. В них много витаминов и других нужных человеческому организму веществ. Подробнее об этом прямо сейчас. А я с вами прощаюсь до завтра. До свидания. На прилавках более 20 видов – окунь, белорыбеца, палтус, дикий, королевский лосось и многое другое. Знаменитая камчатская икра пользуется особой популярностью среди покупателей. Она без консервантов, богата витамином D и повышает иммунитет. Любая продукция у нас свежая, она не искусственно выращенная, не замороженная продукция. Это очень большой плюс. Все полезные свойства, все витамины присутствуют в продукции. К деликатесам выстраиваются очереди. Здесь есть и постоянные покупатели. Один из самых востребованных продуктов – чавыча. Ее называют царицей лососевых. Она снижает уровень холестерина в крови. Я приехала из Козловки. Мне очень нравятся деликатесы камчатки. Покупаю, какие мне нужны рыбы. Чавыча. Мне очень нравится, я покупаю эту рыбу. Тунец. Вот купила сегодня еще печень трески. Продавцы очень приветливые. Спасибо. Что есть такая возможность – полакомиться камчатской рыбой. Тихоокеанские морепродукты украсят любой праздничный стол. Особенно это актуально в преддверии Нового года. У покупателей возникают вопросы. Как можно сохранить продукцию? Очень все легко и просто. Один раз продукция замораживается – рыбка в пергаментной бумажке и корочка в пластиковом контейнере. Выставка будет работать до 6 декабря включительно. Каждый желающий может посетить ярмарку в Ледовом дворце Чебоксары-Арена по улице Чапаева, 19. Редактор субтитров А.Семкин